Очередная посылка из Китая, дошла за 18 дней с момента заказа, на третий день продавец отправил, фактически получается 15 дней был в пути, шла через новую почту интернешнл, оценил продавец в 5 баксов, ну в 2 раза дешевле как обычно оценил, хорошо что не в 3. И здесь у нас написано DEX LAMP, здесь настольная лампа, но как бы не только настольная, она мобильная переносная, поэтому везде ее можно ставить и цеплять, а это моделька нашей лампы YJT102. Ну и давайте вскроем и посмотрим, что же это за лампа. Лампа еще дополнительно в пупырке обернута, хотя у нас пакетик с пупырками. Ну и вот такая вот у нас лампочка, ну не лампочка, а лампа, немножко пакетик здесь конечно кацанулся, несмотря на пупырки. Вот здесь немножко кацанулся, здесь тоже кацанулся. Кстати, кто замечает мой красивый палец, он уже более-менее красивый, это я прибивал на работе палец еще месяца 3 назад ломом. Ну и до сих пор у меня ноготь слазит, никак новый не нарастет. Так что если замечаете мой такой красивый палец, сильно не пылайте. Тут написано 98-й год, с 98-го года сделано или что? Или бренд 98-го года? Это вот по идее название бренда, не знаю как правильно читается, ИАГЕ, Y-A-G-E, ну короче вот так вот называется бренд. Ну и давайте вскроем и посмотрим на саму лампу. И вот она наша лампа. И в средине USB шнурочек для зарядки. Эта лампа у нас компактная, переносная и она заряжается от USB зарядки. А это вот на батарейке стоит у нас стопудовая защита. Здесь у нас используется литий-ионный аккумулятор 18650. Написано в описании, что якобы должен быть на 1200 мАч. Не знаю реально или нет. Панель включения у нас сенсорная, кнопочек никаких нету. Здесь почему-то написано 20-12. Туда как-то интересные цифры, то 98-й, то 20-12. Три уровня яркости у нас должно быть в этой лампе. С какой стороны она-то светит? Ага, с этой. Вот. Три уровня яркости у этой у нас лампы. То есть там, какой вам нужно, можно себе выбрать. Мощность лампы у нас 2 ватта. Цветовая температура написана от 6000 до 7,5 кельвинов. Зарядка написана производится от 6 до 8 часов. Что-то до хрена зарядка написана для 1200. Наверное от фонаря просто написали. Материал у нас используется ABS пластик. Вот тут инфа еще какая-то есть про нее. Давайте почитаем. Не знаю видно вам или нет. Это вот моделька YJ-T102, 5 вольт, 500 миллиампер, 2 ватта. Это не знаю, что это 18 на 0,1 V LED. 18 наверное светодиодов по 0,1 ватту. Температура 45 градусов. Не знаю видно вам было или нет. И для чего я ее взял? А взял вот именно для таких вот случаев, когда вот не видно, что там написано. То, что лампу мне стоит 2 слева, 2 справа. И сверху вот ничего мне не светит. Вот мне приходится эту вот лампу поднимать, чтобы что-то было нормально видно. А эту лампу хочу сверху законнектить. Не знаю хватит или нет. Шея силиконовая, как написано было в описании. Чтобы она светила мне сверху. И надписи было видно нормально. Она как раз вот на прищепочке. Буду тут на полке куплять. И дополнительное освещение сверху. Плюс тут вот такая вот есть дырка. Отверстие. И я не знаю, может ее и на камере можно будет. Нет, на камере нельзя будет. На камере она по краям цепляет. На камере надо, чтобы выезд побольше был. Да. На камере не прокатит. Ее можно даже в принципе цеплять вот так вот за ногу. Я имею ввиду за штативу и сверху вот так вот включать. Да. Вот отлично вот так вот все будет. Да. Полки явно не хватит. То, что она коротковатая. А вот так вот класс. Вот на штативе будет отлично. Вот сверху. Сейчас и включим. Вытягиваем. Ах ты ж блин. Предохранительную хрень. Вот эту. И давайте попробуем ее включить. Чик. Опа. Включили. Ну и вот. Да. Классно. По бокам у меня все светит. И еще вот видите. Вот это она светит. Сверху светит. Вот тусклей. И вообще тускло. Вот выключилась. А вот включилась. Да. Вот так вот наверное я использовать буду. То, что полки она не достанет. Коротковатая она. Вот. Дополнительное освещение. Прикольно. Давайте покажу как светит здесь. Светло. Среднее. Тускло. Выключилась. Включилась. Среднее. Тускло. Выключилась. По размерам. Что там было написано? По размерам написано было, что вот так вот в ширину у нас. 6 сантиметров. А давайте замерим. Ну да. Где-то 6 сантиметров и есть. Да. В длину шеи у нас 45 написано было сантиметров. Давайте от самой лампы померяем. Здесь у нас 25-30. Ну это вместе с ножкой. То есть не сомаши. Вместе с ножкой. Вот так вот если вот выпрямить 45 сантиметров. Приблизительно да. Где-то так и есть. И сама вот эта вот штука круглая. Где латлампы стоят. Вписано было 9 сантиметров. Давайте замерим. Ну да. 9 сантиметров. А сама эта дырка написана была 3. Ну да. Дырка 3. С размерами нас не обманули. Давайте посмотрим на батарею. О блин. Вот это вот приколы. Что дотрагиваюсь и она включается. Конечно непривычно. У меня сенсорных ламп не было. Нет. Есть вот такая вот лампа. Она не сенсорная. Она на кнопке. Хоть и сейчас ее активно использую в съемках. Она у меня вот здесь вот сбоку как дополнительная. Свещает справа. Ну я думаю вы вот по отражениям на столе видите. Что вот она одна. Вот она вторая. Здесь вот третья. И там вот четвертая. Твертая стоит чуть сверху. Это вот которая специально для съемок покупал. Прямоугольник. Кому интересен обзор на эту лампу. На блатную для съемок. Она цепляется кстати и на камеру. Через специальный переходник. Ссылка сейчас вплоть сверху. Можете перейти и посмотреть. Ну а мы продолжаем обзор. Я хотел посмотреть на аккумулятор. Реально ли здесь 1200. Какой-то интересный аккумулятор. О, да у них еще и фирмовый аккумулятор. Да вообще. И 3.7. Еще может быть такой вот заряд. Но если там 4, 4, 1 и 4, 2. То такие аккумуляторы продавец заряжал. То есть они долго валялись там у них на складе. И они сели и они заряжали. Завода должно быть 3.7, 3.8. От силы 3.9. Если уже меньше 3.7, это аккумулятор уже пошел разряжаться. Это уже аккумулятор начинает портиться. Но здесь у нас все нормально. Давайте назад ее законнектим. Ну и давайте попробуем подключить зарядку. Через модный шнурочек. ЧПХ. Так, досталось бы. Модный пауэрбанк с югами. И давайте зарядочку тыкнем. Да, вот зарядочка у нас пошла. Ой, и лампу я еще отключил. Да, прикол этих. Когда тронулся, он сразу включился. Эта сенсорная кнопка. Надо будет привыкнуть к ней. Чтобы ее так вот не нажимать случайно. Все, зарядочка у нас идет. Все отлично. Можно даже через приборчик зафигачить. ЧПХ. 5.9. Все отлично. ЧПХ. Еще мы видим. Мы видим, что потребляет 380 миллиампер. Да, даже полампера не потребляет. Ну, в принципе, что он там потреблять должен. 1200. Зарядочка у нас идет. Все нормально. Ну и на этом как бы, в принципе, все. Гнуться, кстати, вот так вот, как хотите. Может там вот бублик скручиваться. Шея в этой лампе. Лампа прикольная. Пиносная. Ценсорная. Прищепочка имеется. Можно прицеплять ее куда угодно. А можно просто вот так вот на стол ставить. На этом все. Кто хочет такую себе классную лампу. Не сильно дорогую. Около 10 баксов стоит. Ссылку оставлю в описании. Переходите и заказывайте. Заказал там у продавца больше 4,5 тысяч. Отзывы хорошие. Плохих отзывов не находил. Так что смело можно покупать. Лампа классная. Еще раз повторюсь. Ссылочка в описании. Переходите и заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Да, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы приходили вам оповещения. Субтитры сделал DimaTorzok